Дорогие друзья, мы переходим к началу нашего замечательного мероприятия сегодня. Мы всех рады приветствовать в Доме русского зарубежья. Сегодня нас всех здесь собрали создатели чудесного фильма. Сегодня мы встречаем наших друзей из Франкута на Майне, мы встречаем прекрасный фильм о той части нашей замечательной российской истории, которая нас всех объединяет, об истории рода Игнатьевых, которая прошла через последние столетия истории Российской империи и имеет прекрасное продолжение в лице тех главных героев фильма, которые вы сейчас увидите. Хочется, чтобы наше мероприятие прошло в такой же дружественной атмосфере, как сейчас почувствовалось в ФАЕ. Всех вас приветствуем еще раз. Спасибо, что пришли. И передаю слово создателям этого фильма, потому что они, как никто, знают, с чем пришлось столкнуться и, конечно, выразят все намного лучше. Я хотел бы представиться для тех, с кем вы не знакомы. Меня зовут Анатолий Щелкунов. Я посол России в отставке. Имею честь быть консультантом этого удивительного фильма. А автор проекта, автор сценария и первый режиссер этого фильма – это наша соотечественница из Германии Марина Геннадьевна Бутусова-Штуцин. Поприветствуем ее. Я хочу поприветствовать всех, кто сегодня нашел возможность быть на этой удивительной премьере. Конечно, я приветствую депутата Государственной Думы господина Познякова. Я приветствую с особым удовольствием правнучку главного героя этого фильма, графа Николая Павловича Игнатьева, Ольгу Николаевну Чевскую. Мне хочется приветствовать всех членов Союза друзей Болгарии, которые находятся здесь. Я с огромным удовольствием хочу поприветствовать и координатора Славянской Академии в России, замечательного поэта Снятенко Людмилу Михайловну. Мне доставляет огромное удовольствие сказать, что она автор поэмы, по графе Игнатьеви, которая сейчас находится в стадии завершения. И сегодня будет представлено ей слово, вернее, лауреату премии российского правительства и Министерства обороны Владимиру Александровичу Трофимову Медногорскому, который прочтет отрывок из этой поэмы. Я также хочу поприветствовать представителей Дома российско-туркменской дружбы, которые почти в полном составе находятся во главе с его директором господином Немчиновым. Мне приятно также приветствовать преподавателя и учеников школы имени Балакирева. И если я скажу, что здесь еще и присутствует болгарская диаспора в России, то это, мне кажется, будет выражение того внимания и почтения к графу Игнатьеву, которое испытывает сегодня родолюбивая часть болгарского народа. Всем большое спасибо, что у нас возможность быть сегодня здесь. Представители МИДа и Дипломатической Академии находятся вместе с нами. Нам это тоже очень приятно. И я хотел бы сказать, что этот фильм уникален по целому ряду параметров. Прежде всего, мне кажется, что его метафорически можно рассматривать как своеобразный дар русского зарубежья, дому русского зарубежья, русской культуре кинематографической и нашей истории. Мне известно, сколь невероятных трудов потребовалось Марии Геннадьевне и ее творческому коллективу, чтобы совершить этот настоящий культурологический подвиг. Дело в том, что фильм охватывает огромное историческое пространство в восемь столетий, в восемьсот лет. И фильм снимался в Москве, в Санкт-Петербурге, в регионе Дальнего Востока, в Амурской области, в Хабаровском крае, в Приморье. Этот фильм снимался в Германии, в Болгарии. И вы сами будете свидетелями этой уникальной, огромной творческой работы. Это, конечно, и дар нашей исторической науки. И мне, конечно, хочется сказать, что все это, благодаря той неутомимой, колоссальной совершенно энергетике, которой обладает автор этого фильма Марина Геннадьевна. Я ее приветствую и передаю ей слово. Спасибо, Анатолий Викторович. Так много добрых слов. И, в общем, мне очень сложно, на самом деле, сегодня говорить, друзья мои, потому что это два с половиной года действительно титанических трудов, которые, в общем-то, и не были мною запланированы. Я совершенно не собиралась становиться ни режиссером, ни продюсером. Так сложились обстоятельства. Но вот орбита личности графа Николая Павловича Игнатьева и, конечно, прежде всего, отца Дмитрия, графа Игнатьева, настоятеля нашего франкфорского храма, с которого, в общем-то, все и начиналось. Вот эта орбита, она затянула настолько, что стало понятно, что другого, в общем-то, выхода нет. Нужно делать, и кто как не ты. Так получилось, так сложилось. Начинали мы вместе этот фильм с режиссером Владимиром Костюком, который отошел уже в последний год, переключился на другие проекты, но, тем не менее, он очень много тоже сделал, его вклад велик в создание этого фильма. И, к сожалению, он ушел в начале этого года, так же, как и протеерий Дмитрий Смирнов, который участвует, принимает участие в нашем фильме, и создатель первого в России памятника графа Николая Павловича Игнатьева, Николая Неледомский. Все они, к сожалению, не дожили до нашей премьеры, так что давайте, наверное, почтим их память. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо огромное. Я знаю, что все они были бы счастливы. Особенно мне хочется поблагодарить моих друзей, друзей детства, которые поддержали меня буквально с первых слов. Поверили, даже не зная, чем это все закончилось. На самом деле это, в общем-то, начиналось в каком-то смысле как авантюра. Графа Николая Павловича Игнатьева часто называют в каком-то смысле авантюристом, хотя я очень не люблю это определение. Он был человеком рискующим, ставящим на карту очень многое, и выигрывающим. И вот его энергетика, видимо, она передалась всем нам, всей съемочной группе. Екатерина Валентиновна Кузнецова, Елена Олеговна, дядюх, это те люди, которые поддержали меня буквально вот с первых шагов проекта и продолжают поддерживать до сегодняшнего дня. Что самое главное, я должна сказать, что этот фильм создавался просто на пожертвования. То есть у нас не было никакой поддержки, никаких грантов, к сожалению. У нас не было даже какой-то серьезной поддержки банковской, хотя, конечно, искали, пытались. Ну, так все хлопали в ладоши, говорили, да, прекрасно. Но в итоге фильм создавался буквально, вы знаете, что называется в русской миграции, это называется тарелочный сбор. То есть когда в церкви просто вот стоят с тарелкой, и люди кладут кто сколько может. Фактически до последнего дня, даже вот сейчас, когда я улетала из Франкфурта, просто вот кто 20, кто 30, кто 50, кто сколько может. Вот так этот фильм создавался. Поэтому не судите строго. Я понимаю, что может быть какие-то, то есть не может быть, а наверняка там что-то можно улучшить, и всегда можно что-то улучшить. Но я знаю точно, что мы сделали все, что могли. И огромная благодарность режиссеру монтажа Игорю Мищенко, который громадные тоже приложил усилия вот для того, чтобы этот фильм появился. И всем вам, конечно, дорогие друзья, низкий поклон. Спасибо, что пришли. И очень многие поддерживали даже не материально, а морально и эмоционально очень поддерживали меня. Это тоже очень важно. Спасибо вам всем за это. И я счастлива, что мы все сегодня здесь. И надеюсь, что фильм вам понравится. Дорогие друзья, вы, может быть, все знаете, секунду, что имя графа Игнатьева, к сожалению, было забыто в России долгие годы. Примерно два десятилетия назад российский ученый, и господа профессор Хевролина написала книгу о нем. А некоторое время назад такая книга, которая называется «Рыцарь Балкан. Граф Игнатьев» вышла в Болгарии. Автор ее замечательный писатель Калина Канева. Вчера у меня был разговор телефонный с ней. Она передает всем, прежде всего, творческой группе и всем зрителям большой привет и надежды, что это будет очень интересный фильм. А сейчас своеобразный поэтический поклон в честь графа Игнатьева от поэта Снятенко Людмилы Михайловны, который зачитает, я уже объявил, лауреат премии правительства России Владимир Александрович Трофимов-Меднигорский. Веками русской чести верен Игнатьевых старинный русский род. Герои, дипломаты, офицеры вели свое отечество вперед. Пропрадед их с 16 века входил в посольский диаконам приказ. В роду ценили волю человека и каждый знал, Россию не предаст. Граф Николай служил отчизне верно, удачливый военный дипломат. Стремителен его был рост карьерный, награды о заслугах говорят. С медалью Пажевский окончил корпус, готовясь к службе воинской всерьез, за волю и в политдебюте твердость успешно в Лондоне дипслужбу нес. Затем он познакомился с Востоком, возглавил миссию в Хиву и Бухару. Прошли с ней трудный путь в песках далеких. На карту нанесли Аму-Дарию. Преодолев в дороге столкновения, пересекли просторы Каракуль и Бухары достигли. Граф с волнением из плена русских подданных вернул. Трактат торговый заключил он с ханом и за поход успешный награжден орденом святой Анны и в генералы был произведен. Служил у полномоченных в Китае, где продолжалась жесткая борьба. Империи с англо-французскими войсками вторая опиумная шла война. Не завершались схватки стран триумфом. Победу их Россия не ждала. Наш интерес был в землях за Амуром. И выход к морю через острова. Шел диалог с Китаем больше года. Задействовал граф весь дип-арсенал. От уверений в дружестве народов до жестких мер, что про запас держал. Державы к морю нам проход закрыли, о чем Игнатьев был осведомлен. Шанс на успех один был у России. Посредничество между трех сторон. И видя, что успеха не добиться, граф поспешил к союзникам в Шанхае. Лавируя поверенным в трех лицах, доверенным их интересам стал. Достиг согласия между сторонами. Войска, держав, покинули Пекин. Спасен был древний город за горами. И сделал это дипломат один. Из-за спасения вековой столицы был заключен Пекинский договор. Расширены российские границы. И завершен гнетущей страны спор. За договор, подписанный с Китаем, святой Владимир вспыхнул на груди. И Станислав святой украсил славой у миротворца доблести мультир. Ради Отечества и по воле Божией Игнатьев сыном стал с земли родной. Умом Россию славы приумножил. И встал почетный дипломатом строй. Спасибо большое за такие стройки. И еще два слова представляем представителю императорского православного палестинского общества, директору музея, Григорий Михайлович Маневич. Благодарю. Особо радостно видеть на плакате, связанном с этим фильмом, знак императорского православного палестинского общества. Хочется передать приветствие от председателя нашего общества Сергея Вадимовича Степашина. Очень интересно, что все это происходит буквально за несколько дней до 139-летнего юбилея императорского православного палестинского общества, которое у нас 3-4 числа. Да, удивительным образом. И почему такая связь? Потому что кроме всего многого-многого, с чем был связан граф Николай Павлович Игнатьев, я думаю, что его безусловно можно назвать крестным отцом практически всех основных начинаний, связанных с русским присутствием в Палестине. И до того, как появляется там отец Антонин Капустин, величайший человек в создании русской Палестины, виновник посылки его туда, граф Игнатьев, соответственно, человек, который принял огромное участие в, к сожалению, несостоявшейся, но замечательной идее об устройстве русской церкви в местах служения стихи Николая и Чудотворца, в Османской империи и тогда, который продвинул это и дальше, передав средства, собранные на этот храм, в императорское православное палестинское общество, которое вот уже 139 лет занимается не только русским делом в Палестине, в Сирии и в Ливане, но и русским делом в Италии, потому что, подхватив это желание иметь свое место, связанное с святителем Николаем, русское место, именно палестинское общество, благодаря великим имидзе Федоровне, построило, в том числе и на эти деньги, собранные благодаря инициативе графа Игнатьева, построило замечательный Борийский храм и Борийское подворье, авторство архитектора Ищусева. То есть, видите, связь этого рода и связь непосредственно Николая Павловича Игнатьева, с делом русской Палестины, оно огромное, а дело русской Палестины и Святой Земли, это, как гласит на нашем знаке палестинское общество, не умолкно ради Иерусалима, не умолкно ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь. А это, конечно же, слова о Царстве Небесном. И поэтому связь, безусловно, этого рода с стремлением всякого человеческого сердца к Царству Небесному, она прекрасна. Дай Бог, чтобы мы все это лично раз увидели в фильме, который, я уверен, будет замечательным. Спасибо. Буквально два слова благодарности Дому русского зарубежья имени Александра Солженицына и руководству этого дома. Поэтому хотелось бы выразить не только благодарность, но и подарить вот такую книгу, которая называется «Золотой век православного храмоздательства в Германии». Книга эта очень редкая, она совсем недавно издана. И презентуется она фактически русским церковным фондом под руководством староста нашего храма Михаила Владимировича Горачика, который, в общем-то, непосредственную часть центрально занимал финансирование, можно сказать, в сборе средств, аккумуляции средств на этот фильм. И вот еще такое наследие, которое мы не должны утратить, это русское православное кладбище, такой буклет «Прихрань святой Елизаветы на горе Нероберг в городе Висбаден». Это информация, в общем, для всех, уникальное совершенно кладбище, первое русское кладбище в Европе, которое требует поддержки, которое требует защиты, помощи всех русскоязычных людей, неважно, где бы они проживали. Поэтому имейте это в виду, и если получится, то как-то можно помогать вот этому проекту тоже, сохранение этих могил и Пушкинского некрополя и так далее. Спасибо огромное всем учредителям этого прекрасного дома, в котором мы находимся, за приют, который мы здесь нашли. Ну, я думаю, что мы еще поблагодарим по окончании фильма персонально. Да? Спасибо. Да, и огромную благодарность позвольте выразить от Виктора Александровича Москвина, который сегодня в силу службы не смог сегодня присутствовать, очень хотел, и всем передавал поклон. Спасибо вам большое, что мы все снова собираемся ради нашей русской истории, и приятного всем просмотра. Спасибо большое. Спасибо. Как раз-таки благодаря и нашим усилиям, тоже усилиям нашей съемочной группы. Почему? Потому что получилось одновременно это такое... Ну, вообще этот фильм без, конечно, Божьей помощи не было бы. Слушайте, он однозначно, без благословения отца Дмитрия, без молитв святителю Алексею постоянных, потому что иначе... Ну, это просто вот... Просто денег нет, ни копейки, и вдруг откуда-то появляются какие-то копеечки, капают, и как-то удается двигаться дальше по шагу, по маленькому. Так вот, когда в феврале 19-го года мы начали снимать первые кадры, когда появилась эта идея, я связалась с... Тоже совершенно каким-то образом... Не случайно, конечно, по рекомендации Анатолия Викторовича, он где-то вот услышал, что есть инициативная группа Благовещенск. Я просто позвонила в Благовещенск, просто позвонила из Франкфурта, сказала, я такая-то, такая-то, вот мы делаем фильмографии, и Евгений Еремин, он был в фильме, он руководитель как раз передвижения Шуми Амур, Благовещенске возликовал, мы объединили усилия, и буквально через два месяца мы уже снимали и Благовещенск, и Хабаровск, и во Владивостоке, и при поддержке как раз прессы Благовещенской, губернатора Московской области Василия Орлов, в общем-то, откликнулся, он был тоже в фильме, ну и после того, как мы уехали, в общем-то, как бы все и затухло, как-то все это так... Ну как это часто и бывает. Мы тем временем пытались как-то монтировать фильм, но очень много было проблем, я все время звонила в Игнатьеву, главе там администрации, и все время торопилась, все время спрашивала, ну вы же делаете, вы собираете, вы ищете средства, потому что мы же делаем, мы же фильмы говорим, а в итоге памятник был установлен в сентябре 20-го года, а фильм вышел только сейчас, то есть они нас опередили. Ну то есть вот это, вот это, мне кажется, прорыв, потому что впервые, первый, пусть это не памятник, пусть это бюст, пусть он вызвал тоже много споров, там недостаточно аксельбантов, наградников и опалчей, и так далее. Я думаю, что это не принципиально. Самое главное, что этот первый памятник появился, на очередь в Владивосток, который, в общем, тоже там есть инициативная группа, я надеюсь, что он появится, Хабаровск, это будет такое возвращение, конечно, памяти графа Николая Павловича Игнатьева на родину, то, в общем, с чем этот фильм и задумывался. Ну и вы уже поняли, что главная идея этого фильма это не только рассказ о роде, а именно вот эта нить, которая проходит с 13-го века фактически и до сегодняшнего дня, вот эта преданность родине, вере царю Отечеству, то, что написано, собственно, на гербе Игнатьевского рода, и то, о чем говорит отец Дмитрий, так, ну все чьи-то потомки, и, в общем-то, наши заслуги, как такового этого нет, а вот продолжить дело, то дело, которое наши предки начали, вот в этом, наверное, наша заслуга. Ну, и я надеюсь, очень надеюсь, что этот фильм, ну, прежде всего, конечно, вернет вот память, в каком-то смысле вернет память забытого на родине графа Николая Павловича Игнатьева, и заставит, и уже, насколько я знаю, это уже происходит, как-то вспомнить о своих корнях, открыть свои какие-то семейные альбомы, покопаться своей родословной, вспомнить о своих бабушках, дедушках, предках и так далее, и, может быть, тоже что-то сделать, каждый, кто как может, каждый на своем, в общем месте. Спасибо вам сердечное, друзья мои, за то. Спасибо огромное спасибо Ижи Семену за отличную работу, что это прекрасно для себя, и у нас всего красиво. Вот, ну, и внутренняя политика графа Игнатьева не менее интересна, чем внешняя. Хотел бы вам сказать, что один месяц всего был министром госимуществ, вот тоже сынок, и пенсии для горных инженеров создать, переселение крестьян, вот, и там Нижегородский генерал-губернатор два года, тоже целая большая страница. Крупные промышленные проекты реализовал там, укрепение берегов Орги, ярмарочный порт, вот, ну, и, конечно, как министр внутренних дел, тоже огромный комплекс мероприятий социальных в пользу крестьян, вот, тоже, понижение уходных платежей, приостановка продажи овощества за долги, ну, в общем, хотел бы, пожелать, здоровья, традиционные, внутренние полиции, да, мы действительно снимали его очень долго, это, мы вложили туда столько сил, столько любви, и, надеюсь, это видно, я очень рада, что прошло так много людей познакомиться с этим фильмом, расширить свой кругозор в этой области, вот мне хочется даже добавить, что каким-то таким мистическим образом, чудесным образом, когда мы снимали, например, отца Дмитрия Смирнова, это было в осени 19-го года, в ноябре 19-го года, Насте, например, там быстренько тут же предложили работу, потому что отца Дмитрия Смирнова, когда мы снимали «В селе Игнатьево», то есть отец Андрей Букреев, настоятель храма, тоже вел с ней такие какие-то разговоры о православии, я говорю, с Владимиром, мы говорим, может быть, фильм задумался для того, чтобы Мунастю православие привели, никто знает, то есть вот такие интересные какие-то вещи на протяжении всего фильма происходили, и на самом деле такая хрупкая, миниатюрная девушка, которая громадную аппаратуру там на себе по жаре 30-ти градусу на этом, Владивосток, она герой, так что я рада, что все ее. В нашем музее есть потрясающие вещи, которые связаны, конечно, с родом Игнатьева, например, поминник отца Леонида, отца Дмитрия, и многие другие вещи, которые связаны с той историей, которую вы сегодня видели, я вас очень прошу ориентироваться на Марину Геннадьевну, потому что для людей заинтересованных мы ближайшую неделю организуем, пока Марина здесь в Москве, мы организуем специальную экскурсию по нашему музею, и сделаем акцент, потому что Марина будет обязательно участвовать в этой экскурсии, мы сделаем акцент по тем предметам, которые связаны с сегодняшней темой фильма. Так что держите связь, и кто желающий и хотят попасть, пожалуйста, сразу Марина Геннадьевна, давайте знать, мы просто эту экскурсию на этой неделе организуем, беру под свою ответственность, что мы сделаем обязательно. Спасибо большое за внимание всем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok